Нас не смогли ассимилировать, уничтожить нашу государственность, нашу национальность, уничтожить ее не смогли ни высылкой, ни этими войнами. Это, наоборот, нас укрепило. И даже находясь под оккупацией, мы сегодня сохраняем все признаки государственности и национальности. Немецкий солдат Как нужно вообще, ну как я, по крайней мере, к каким вещам отношусь? Все это является какими-то этапами в развитии любого народа. И есть ли у народа какие-то грехи? Конечно, есть. Коллективные или отдельные, да, все это есть. Посмотрев недавнее наше прошлое, мы находим там очень много таких моментов, за которые мы понимаем, что нужно за это нести ответственность. Конечно же, те испытания, которые Аллах посылает на человека индивидуально и на общество в целом, это всегда связано с тем, что приобрели руки этого человека или этого общества. Поэтому все это, безусловно, является справедливостью Всевышнего Аллаха. Но как к этому нужно относиться? То есть это типа наказание и вот мы теперь все, мы наказаны. Либо это воспринимается как испытание, путем которого Господь миров хочет исправить общество. Вот я все-таки сторонник второго. Мы должны понимать это все как испытание. Мы должны это анализировать, исправлять свои ошибки и индивидуально, и коллективно. В конечном итоге мы все равно к этому придем. Просто как долго мы будем это делать? Какие успехи у нас сейчас в этом направлении? Ну, я, да, не скажу, что мы успешно исправляем ошибки, что мы в целом вынесли какие-то уроки. Нет, к сожалению, я не могу это пока сказать. Но я убежден, что рано или поздно мы придем. То есть мы этот этап пройдем, многое исправим. Если это не мы именно, не наше поколение, это будет следующее, может быть следующее за ним. Но в любом случае все эти этапы, они будут пройдены. Обратного пути у чеченцев нет. То есть какой-то ассимиляции, превращения в россиян, каких-то таких среднестатистических. Я думаю, что этого пути нет. Чеченцы все равно уже сформировались как нации. Нас не смогли ассимилировать, уничтожить нашу государственность, нашу национальность. Уничтожить ее не смогли ни высылкой, ни этими войнами. Это, наоборот, нас укрепило. И даже находясь под оккупацией, мы сегодня сохраняем все признаки государственности и национальности. Поэтому обратного вот этого пути, я думаю, у нас нет. Все равно мы будем развиваться только в этом направлении. В направлении отдельной государственности и отдельной национальности. Как думаешь, ФСБ лучше грамотно работает или ЦРУ? Кого лучшая спецслужба? У США или России? Слушай, ну сейчас, наверное, очевидно, что ЦРУшники, наверное, работают гораздо лучше. Но здесь надо разделять возможности российских спецслужб в плане их аналитические какие-то возможности и исполнительная часть. Вот с исполнительной частью у них проблемы. Хромает у них эта тема. Но аналитика работает у них очень круто. Хорошим, наверное, примером и очень крутой работы является Кавказ. И все, что на Кавказе они мутят на протяжении долгих лет. И как у них это получается, как грамотно они там нас разводят. Это, конечно, очень крутая работа их именно аналитической службы. А вот с исполнением, да, у них бывают косяки, проблемы, проколы. Они могут на всю Европу оставить следы полония. Могут где-то ложенуться, недотравить, где-то перетравить, чтобы пострадали вообще ни в чем не повинные люди. Есть у них вот эта проблема. А с ЦРУ мы с вами не слышим о каких-то проколах ЦРУшников. Это не говорит о том, что они ничего не делают. Значит, они делают и делают это грамотно. То есть, вот эта исполнительная часть у них работает лучше, однозначно. Здравствуйте, Тумсо. Такой вопрос. Если наша Родина станет независимой, какой язык будет у Кавказской Республики? Наша Родина. Я думаю, ты вообще в целом про Кавказ, наверное, говоришь, да? Если ты имеешь в виду Чечню, то у тебя не возник бы такой вопрос, наверное, какой у нас будет язык. Скорее всего, ты имеешь в виду весь Кавказ. И ты, наверное, имеешь в виду какой-то язык, на котором будут все народы говорить, типа общий объединяющий язык. Как, например, в Евросоюзе есть единый язык. Это английский, на котором все они говорят. Вот какой-то такой подобный язык, какой у нас будет, я думаю, первое время это будет русский, так как мы все на нем, в принципе, говорим. Нужно будет начать процесс очень серьезного освоения перехода на английский. И, соответственно, через какое-то время мы, наверное, перейдем на английский. Это будет целесообразно. В том, что, привет, вероятность, что Азербайджан будет поглощен Турцией, есть ее влияние. Что тогда будет делать Иран? Я думаю, нет. Поглощен в плане влияния, но влияние туда он и так имеет. Будет ли это влияние усиливаться? Ну, может быть, будет. Но в плане поглощения, как, типа, присоединения этой территории к Турции, объединения двух народов в один, ну, нет, я думаю, такого не будет. Вообще, как правило, эти процессы не имеют обратной силы. Наоборот, можно расколоть общество. Создать из одного народа два можно. Из-за каких-то религиозных или политических взглядов они могут разделиться и пойти по истории уже совершенно как отдельные два народа. Но вот потом снова их объединить, это, я думаю, невозможно. Так это не работает. Я даже не знаю таких примеров. Знаю очень много примеров, когда разъединяли, но не знаю никаких примеров, чтобы объединяли. Даже возьмите нас ингушами. Мы тоже в недавнем прошлом один народ. Но уже все исторически так сложилось, что из-за каких-то там моментов мы начали развиваться как два народа. И вот эти вот процессы, они обратно никак не идут. Турки с азербайджанцами, понятно, один язык вроде там, как народ, вроде тоже один. Но произошел вот этот разлом в какой-то момент. Шаизм, сунизм. Создались два отдельных государства. И представить, что они станут одним, когда есть несколько поколений уже сами себя идентифицирующих как азербайджанцы. Что они потом перестанут и станут себя ассоциировать как турки. Да нет, я думаю, нереально. В том что, за шиизм азербайджанцы всю современную историю называют себя азербайджанскими тюрками. Это первое. Второе, суни-то очень много. Остальные атеисты, либо прониранские черти, которых уберем. Ну, давайте здесь, наверное, каждый останется при своем мнении. Я заметил, что у азербайджанцев, причем у большинства именно суннитов наших братьев, среди азербайджанцев, есть вот это вот непреодолимое желание выдавать желаемое за действительное. Но как бы вы ни пытались это делать, действительность, она совершенно иная. Вы можете, конечно, жить в каком-то своем мире, вымышленном абсолютно, нереальном. Но реальность, она другая. И она удурчающая пока. А так, конечно, желаем процветания, безусловно. Субтитры создавал DimaTorzok